В студии Елена Кузовкина, я и мои коллеги Расскажем о некоторых событиях дня Смотрите в этом выпуске Отступила! В каких районах края Еще сохраняется возможность Возникновения лесных пожаров На клюшку Почему в Барнауле вновь закрыли Ледовый дворец Помочь, играя в крае Проводят благотворительный турнир В поддержку детей, больных раком Особый противопожарный режим В крае отменен Такое решение в правительстве региона Приняли в связи со стабилизацией Обстановки с пожарами При этом, по информации Краевого управления МЧС Высокая пожароопасность 4-5 класса сохранится В Клондинском и Каменском районах Вплоть до 22 мая Контролировать ситуацию Спасатели и другие службы И структуры продолжат При этом в МЧС напоминают О любых нарушениях Норм противопожарной безопасности Можно сообщать на телефон доверия 8 385 2 65 82 19 Концерт рэпера Басты В Карандин-арене Назначенный на 2 июня Вероятнее всего будет отменен Об этом канал ОТВ Толк Со ссылкой на собственника Сообщил прокурор Индустриального района Барнаула Владимир Дондуков При этом нам не удалось Зазвониться и услышать Подтверждение данной информации От самого собственника Впрочем, в интернете концерт По-прежнему заявлен И именно в Карандин-арене Напомним, Ледовый дворец Закрыли еще неделю назад Сообщил канал ОТОЛК Все тот же прокурор Индустриального района Город Барнаула Причина – многочисленные Нарушения норм Противопожарной безопасности Устранить их Собственника просили неоднократно Но нарушений становилось все больше Завтра состоится Второе по счету судебное заседание Которое решит дальнейшую судьбу Ледового дворца Как нам сообщил Владимир Дондуков Никаких документальных подтверждений Устранения нарушений Предоставлено не было О них говорится лишь на словах Бюджетных мест в алтайских вузах Станет больше на 476 Решение принято после обращения Губернатора Виктора Томенко В Минобурнауки России Больше всего мест получит Алтайский государственный Гуманитарно-педагогический университет Имени Шукшина в Бийске 202 места АлтГТУ дали 130 124 получил АГУ Увеличилось и количество мест И по программам магистратуры Программа рассчитана до 2021 года Наращивать объемы производства Открывать свои точки И выходить на мировой рынок Такую цель ставит перед собой Руководство нового завода По производству подсолнечного масла Который всего пару дней назад Открылся в селе Малахово Косихинского района Запуск нового производства Позволит вывести алтайскую продукцию На новый уровень Где товары Как обещают производители Будут отличного качества И по доступной цене В чем особенность Нового алтайского продукта Расскажут наши корреспонденты Всего год назад На этом месте был пустырь А сегодня стоит Внушительный завод По производству растительного масла С автоматизированным импортным оборудованием Сегодня у завода праздник Его торжественно открыли С благословения владыки Сергия Под ваши аплодисменты Уважаемые коллеги, друзья, гости Перенесаем красную ленту Алтайское особое Под таким названием Здесь выпускают новую линейку Подсолнечного масла Оно высокого качества Ведь производится Из натуральных ингредиентов В масле сохраняются Все ценные для организма вещества Новое производство Запустила всем известная Строительная группа компании Союз Казалось бы масло не их профиль Но в этой отрасли Они видят огромные перспективы Надо продавать самим Поэтому не такой огромной степени Торговая сеть Как допустим Те, которые сегодня работают с нами Но тем не менее Торговые точки шаговой доступности Они должны быть И мы должны предложить нашим людям Действительно качественные И максимально дешевые продукты Сейчас на маслозаводе Ежедневно производят 7 тонн масла И около 9 тонн жмыха Масло разливается в бутылки Объемом 1 и 5 литров Которые разработали По специальному дизайн проекту Сейчас запущена лишь первая очередь В ближайшее время стартует вторая Которая предполагает Помимо подсолнечного масла Производство еще и льняного Я надеюсь, что в будущем году Завод увеличит свои мощности Как минимум в два раза Поэтому фасовка бралась С расчетом на увеличение мощности Проект уже есть Ведем подбор оборудования На предприятии работает 15 человек Все жители села Малахова После расширения производства Рабочих рук станет больше Рассказывают руководители завода А как только Алтайская особая Завоюет региональный рынок Продукция отправится на экспорт За границу Уже идут переговоры На поставку масла В Китай и Казахстан В Барнауле организовывают Третий благотворительный турнир В поддержку детей Больных раком Пациентов Онкоотделения Краевой больницы Для помощи малышам Лига любительского спорта города Приглашает всех желающих Сыграть в командные виды спорта Благотворительность такого формата Появилась три года назад Первый турнир Лига любительского спорта Провела для подопечных Нашего проекта Надежды на чудо Сейчас организаторы Поддерживают всех пациентов Детского онкоотделения Желающих сделать доброе дело Ждут прежде всего На спортплощадке или поле В программе Парковый волейбол Стритбол Пляжный футбол И минифутбол Взнос на участие будет Той самой помощью для детей В зависимости от вида спорта Три-четыре человека в команде А коллективный взнос Полторы или две тысячи рублей Но организаторы поясняют Личный взнос можно уменьшить За счет количества игроков Это игра, которая предполагает замены То есть в команде может быть и шесть человек Команде может быть без замен Ровно четыре человека Мы не ограничиваем То есть есть возможность Больше привезти с собой Можно хоть на две команды В рамках турнира сложилась Еще одна традиция Родные спортсменов-любители Передают детям игрушки И канцелярию Что тоже важно Во время многомесячного лечения Турнир пройдет 15 июня Заявить о своем участии Можно на сайте мойспорт22.ру В прошлом году Только спортсменов турнира Было свыше сотни В этом году организаторы ждут Еще больше В планах участия В соревнованиях Бийска и Новосибирска Тем временем Восьмилетнему Глебу Из Шалаболихинского района Все еще требуется помощь В ноябре прошлого года Ребенку диагностировали Опухоль мозга Сейчас мальчик Почти не может двигаться И говорить Экстренные операции И химиотерапия Вызвали осложнение Питание возможно только через зонт Суточная норма Стоит полторы тысячи рублей Конечно хотелось бы Чтобы он Полноценно мог Вести образ жизни Что вот Дальнейшее лечение Вот нам нужно Чтобы питаться Как положено Но не через зонт Как на сегодняшний момент Он питается Ну и мог как-то Себя обслуживать Что самостоятельно Потому что он слышит Реагирует Как-то дети бегают Играют Он себе не может Этого позволить Для того Чтобы вернуть Ребенка К нормальной жизни Необходимо Подобрать препараты Пока организм Их не принимает Нужно время И деньги На дорогое питание Мы просим Телезрителей Помочь Спасти Глеба Перевести любую сумму Можно на карту Номер На ваших экранах В краевой столице Появилась Аллея добрых слов На берегу Барнаулки В районе станции Ползунова Местные жители Организовали Экопарк Раньше здесь Собирались шумные Компании Было много мусора Волонтеры Навели порядок Построили беседку Оцыпали берег Весной река Льдинами Повредила деревья А местные жители Помогли растениям Творчески Превратили их В арт-объекты Картинки рисовали Взрослые и дети Также они высадили Новые саженцы Каждому дали имя Дерево надежды Дерево любви Дерево жизни Ну и так далее Поэтому и аллеи Назвали Аллеей добрых слов Прийти в парк Может любой желающий Главное Соблюдать местные правила Не мусорить И ничего не ломать Через несколько секунд О погоде Спонсор прогноза Банк Восточный А у меня на этом Все новости До встречи Редактор субтитров А.Семкин